Привет, друзья! Сегодня буду готовить на очень вкусном кефирном тесте. Это тесто у меня будет дрожжевое. Кто со мной давно, те знают, что я очень люблю дрожжевую выпечку. Делается она очень просто, получается очень вкусная, воздушная и очень нравится всей семье. Готовиться тоже это все не сложно. Для тех, кто боится работать с дрожжевым тестом, я сейчас все подробно расскажу и покажу наглядно, как это все делается. Это очень легко и просто, и тесто это просто изумительное. Готовиться это, как я уже сказала, будет на кефирном тесте. Но для начала нам нужно измельчить дрожжи. Дрожжи я, как всегда, использую живые. На них тесто лучше подходит, выше и быстрее. Измельчаю их и добавляю к ним сахар. Затем сахар я с дрожжами буду перетирать. Буквально через 30 секунд дрожжи превращаются в жидкость. Моментальное поступление углеводов к дрожжям их очень быстро оживляет и они начинают намного быстрее у вас срабатывать, намного быстрее развиваться. И, соответственно, тесто быстрее подходит. И ему не нужно никакие опары отдельные, ничего больше не нужно. Мы просто вот так вот растерли дрожжи с сахаром. Вы видите, они превратились в жидкость. И теперь уже к ним буду добавлять все остальное. Добавляю сюда кефир. Лучше всего использовать кефир комнатной температуры, не с холодильника сразу, чтобы дрожжи потом быстрее работали. После добавления кефира просто это все перемешиваем и начнем добавлять остальные продукты. Что у нас сюда дальше входит? Дальше обязательно нужно просеять муку. Обязательно просеиваем, чтобы она насытилась кислородом и отсеять всякие ненужные штучки, которые могут попадаться в муке. На муку сверху добавляю подсолнечное масло. Также у нас сюда по рецепту идет соль. И теперь это все просто перемешиваю. Перемешиваю ложкой, покуда это возможно. Муку я добавляю сразу не всю. Из 750 грамм я добавляю где-то 650. Потом остальное у меня идет на подпыл. И в основном получается так, что не вся мука у меня уходит в тесто. В этот раз у меня ушло около 700 грамм. 50 грамм мне даже не понадобились. Тесто замешиваем не менее 5 минут, а лучше 10. Оно получается очень мягким, эластичным, не прилипающим к столу и к рукам. Вы видите, я его замешиваю и руки у меня остаются чистыми и такими, я бы сказала, увлажненными. И тесто очень нежное вот такое. Видите, совсем нет теста на руках. Оно хоть и мягкое, но при этом не липучее. Очень эластичное тесто должно получиться, не забитое мукой. Затем это тесто нужно будет поставить подходить. Я смазываю посудину растительным маслом и тесто немножечко, накрываю пленкой сверху и оставляю на час-полтора. В зависимости от температуры в комнате, просто смотрите, чтобы тесто хорошо увеличилось. И оно увеличивается в 3-4 раза 100% такое тесто. Обязательно его накрываем для того, чтобы оно не заветривалось. После мы его немножечко должны обмять. Посмотрите, какое оно воздушное у нас получилось. Оно моментально при обминании садится, весь воздух выходит. Появится потом новый воздух. Посмотрите, после того, как тесто подошло, оно стало очень эластичным. У него абсолютно поменялась структура по сравнению с моментом замеса. Посмотрите, я его разминаю и оно просто вот такое вот глянцевое, очень нежное и мягкое получается. Для сосисок в тесте мне нужно раскатать тесто в пласт. Пласт раскатываю толщиной где-то около полусантиметра. И затем этот пласт разрезаю на полосочки по количеству нужной мне на сосиски. И буду оборачивать этими полосочками сосиски. Слегка внахлёст, абсолютно чуть-чуть. И затем швом вниз кладу на противень. Можно тоже сверху прикрыть пленкой немножечко. И оставляю их подойти где-то минут на 15. После того, как они чуть-чуть подошли, через 15 минут смазываю их либо яйцом, либо желтком. Смотрите по настроению. И затем можно их чем-то посыпать. У меня это черный кунжут. Отправляю в духовку и запекаю до красивой и румяной корочки. Просто, чтобы они у вас получились вот такие вот красивые и очень вкусные. Также из этого количества теста у меня получилась целая кастрюля пирожков. Пирожки были очень вкусные, хрустящие. Я их пересыпала еще измельченным чесноком. Они очень ароматные. Дерзайте, это очень рабочий рецепт. Не забывайте, конечно же, поставить свои лайки. Мне будет очень приятно. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, друзья! Пока-пока!